Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азаджу Маханов. Праздник детства в онлайн формате. Алматинская область славится талантами. Это еще раз заказала онлайн-акция «Мы счастливые дети», организованная сотрудниками областной ассамблеи народа Казахстана и Центра общественного согласия Дома дружбы в честь Международного дня защиты детей. В рамках акции ребята из разных уголков Алматинской области публиковали в социальных сетях ролики, в которых поздравляли всех с праздником детства, исполняли песни или читали стихи на тему Родины, мира и дружбы. В творческом онлайн-конкурсе приняли участие около 60 детей в возрасте до 13 лет. От имени организатора всем участникам акции будут отправлены благодарственные письма. Цель акции – повысить интерес к произведениям известных казахстанских поэтов-композиторов и предоставить возможность детям раскрыть свои таланты. В мире нет ничего более важного и ценного, как дети и детство. Наша задача взрослых состоит в том, чтобы на планете все девчонки и мальчишки были счастливыми. А для этого необходимо окружать детей любовью и заботой, вниманием, отдавать им тепло своих сердец. Поздравляю всех с праздником, с Международным днём защиты детей. Желаю всем мира, согласия, согласия, любви, чтобы дети наши росли здоровыми и счастливыми. Не отнимайте солнце у детей, и жизнь земли вовеки не прервётся. Чтоб над землёй звучало каждый день, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет солнце. Поздравляем выпуск. Подарей радость – необычное поздравление организовали для детей с ограниченными возможностями в Талдыкургане. Сотрудники реабилитационного центра «Байтирек» навестили своих воспитанников в образах сказочных персонажей. Этот день защиты для семилетней Дельфирюзы Омарбаевой запомнится на всю жизнь. Поздравить девочку приехали любимые персонажи мультиков и кино. Переодетые аниматоры вручили девочке игрушки и пожелали счастья и здоровья. Сегодня для нас неожиданностью было. Пришли, поздравили нас с Днём защиты детей. Это вот нереально было во время карантина, то, что придут поздравят. Это было неожиданно. Мой ребёнок, Омарбаева Дельфирюза, она ходит в реабилитационный центр в течение пяти лет. Развитие, психологическая адаптация идёт, социальная реабилитация идёт. Там не только работает лечебная физкультура, но мы также получаем и психологическую помощь. У нас очень часто проходят концерты, ребёнок развивается. Мы никак не можем дождаться, когда его откроют, особенно ребёнок. Всего в этот день неравнодушные активисты осчастливили 15 воспитанников реабилитационного центра Байтирек. К данному мероприятию коллектив центра подошёл со всей серьёзностью. Несмотря на сказочность образов, маски и перчатки у всех героев. Наши спонсоры – это планета Арзан. Мы им очень благодарны. Спасибо им за такую поддержку, за помощь. Соблюдаем все санитарные нормы, соблюдаем дезинфекцию. У нас у всех обеспечены масками, перчатками, антисептическими средствами. В реабилитационном центре дневного пребывания Байтирек в пяти группах воспитываются 95 детей. Им оказывают 8 видов социальных услуг. В скором времени они намерены расширяться и принять ещё больше детей. Дамир Анитов, Мадиб Айбусынов, Телеканал ЖИЦУ. Праздник детства за закрытыми дверями. В женской колонии департамента УИС Палматинской области отметили День защиты детей. Этот день особый и для малышей, и для их мам. Праздник детей, рождённых в неволе, в учреждении проводится уже несколько лет. И с каждым годом он становится масштабнее и ярче. Улыбающиеся малыши и их любящие мамы. Казалось бы, обычный праздник, но нет. Для участников этого торжества праздник поистине особый. Ведь в неволе не так часто удаётся подарить детям радость, делятся женщины. Женская колония в Алматинской области – единственное подобное учреждение Казахстана, где имеется детский городок. Только за последние 20 лет здесь появилось на свет 509 малышей. Для них всегда стараются создать самые лучшие условия. Хочу отметить участие нашей администрации, учреждения, различных общественных фондов. Так как благодаря им у детей хорошее питание, нам выдают игрушки, проводятся мероприятия. Благодаря также общественным фондам дети имеют возможность смотреть мультфильмы на хороших телевизорах. Мы не замечаем, когда находимся в других условиях и не ценим того, что имеем. Например, когда мы можем пойти в карк, спокойно погулять. Не ценим того, когда есть мама, папа рядом, есть бабушка, дедушка, которые любят баловать нас, которые любят баловать наших внуков. Это все принимаем как должное, но здесь это особенно ценится. Сегодня в детском городке при женской колонии проживает 19 малышей в возрасте до 3 лет. В честь Дня защиты детей каждому из них сделан замечательный подарок. Осужденные из подручных средств сшили деткам большие мягкие игрушки. Этого волшебного слоника делали специально для особой малышки, болеющей ДЦП. Этот игрушечный слон создан руками наших заботливых женщин. Они вложили в него частицу своей души с пожеланиями здоровья и счастья. Хочется, чтобы все эти пожелания обязательно исполнились. И наша девочка всегда была счастливой. Каждый год женщины в колонии проводят для малышей интересные и насыщенные праздники. В этом году, соблюдая карантин, они подготовили и записали для деток видеосказку. И, конечно, не обошелся праздник без сладких сюрпризов и добрых пожеланий, чтобы мамы и их дети всегда были здоровы и счастливы на свободе. Надежда Белова, телеканал ЖТСУ. При информационной поддержке ДУИС Алматинской области и МВД Республики Казахстан. К новостям Республики. Алматинская барахолка возобновляет работу. Как сообщили в оперативном штабе Южной столицы, функционирование объектов разрешено при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических мер. Перед началом работы организациям нужно ознакомиться с положениями постановления главного санврача Алматы. Далее они должны подготовить объекты в соответствии со всеми необходимыми требованиями. В их числе соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима в помещении, социальное дистанцирование и другие. В целом ожидается, что к работе вернутся свыше 900 объектов с общей численностью более 7 тысяч человек. А вот в Нур-Султане 14 торговых центров закрыли из-за нарушения санитарных норм. В ходе мониторинга выявлены недочеты на 22 объектах. Ранее за нарушение саннорм было закрыто 34 объекта, в числе которых стройкомпании, магазины, кафе и рестораны. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических мер. Ранее были предупреждены 150 предприятий столицы. С сегодняшнего дня в Атрау полностью отменяется карантин. Снимаются временные ограничения и возобновляется работа организаций и предприятий всех форм собственности в штатном режиме. Начинают функционировать аэропорт, железодорожный вокзал и автостанции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Атрауской области. Карантин в регионе сохраняется в поселке Макат, Жилойском районе и на месторождении Тенгитс. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Субтитры подогнал «Симон»!